Добрый вечер! Мы сегодня будем с вами обсуждать глава ЦАВ, это вторая глава в книге Вайкра, и это первая глава на подходе к Песах. И эта суббота называется в том числе Шаббат Агадол, Большая Суббота, и за много разных причин, которые мы сейчас не начнем. Если начнем, мы не займемся главе. Если останется время, может быть, скажем несколько слов. О чем говорит наша глава неделю? В начале хотя бы два-треть от нее глава занимается пять видов жертвоприношения, которые каждый еврей может приносить. Первый – это жертвоприношение, которое называется Ола. Второй – это Минха, Хатат Ашам Ишламим. Дело в том, что все эти пиат, виды и жертвоприношения уже были обсуждены прошлого недели. И поскольку они были уже прошлого недели, если повторяется, должна быть какая-то весомая причина. Особенно, что на подходе перед началом обсуждений каждого из видов этих жертвоприношений, Тору начинается словами «это законы», «это тору». Тору – это значит «это повеление, касающееся Ола», «это законы, касающиеся Хатат», «это тору», «это законы, касающиеся…» Ну, они уже обсуждены прошлой недели, что тут особенно в этом, в этом главе, почему вот это и есть их законы. Поэтому есть книги, которые писали еще во время Гмара, во время Термуд, «Торат Коаним», и они выясняют это. Здесь почему написано, вот это законы про виды жертвоприношения и Ола, и из-за того, что тут добавлен очень важный закон, касающийся этого. Какой? Если я купил соответствующее животное, приносит ее жертвоприношение «сорт Ола», то ее нельзя менять. Нельзя менять. Если я говорю, я хочу ее поменять на другую, нет такой вариант. Он, это животное, если она не умерла и не стала ни кошерной для этого, для Курбана, это отдельный вопрос, но она не может быть заменой. Она должна быть принесена, как Курбанула. В отличие от других видов жертвоприношения. Минха. Минха – это пять видов мучные изделия. Они все должны быть, в этого приношения включается всегда масло или вона. Это определенные приправы, которые принесли. Даже когда весь минха, весь этого мучная изделия, она вся сгорела на мизбех. Например, если это была минха, минха – это вот мучная изделия, принесли коганим. Это означает, что они не могли ее есть. Все сгорело прямо на жертвоприношении, на жертвыник. И, тем не менее, масло или вона принесли тоже включено в этом. Хатат. Хатат – это был один из сортов жертвоприношения, имеющийся связь с раскаянием. Там есть очень интересный закон, что если Коген, когда резал этого животное, или когда он занимался этого животного и брызгалось на его одежде кровь, он не может выходить с этого одежды с рамки храма. Он должен прямо там и стирать одежду. Потому что эти крови, они считаются более святыми, чем других жертвоприношений. Поэтому, выходя с этих одеждах, с рамки границы, храм не полагается, нельзя запрещено. Поэтому вот из этих причин подчеркивается, что это закон Хатат. Когда мы говорим о Ашам, Ашам – это тоже вид раскаяния на другой виды грехов. Когда занимались жертвоприношением, час и служба была взять, собирать кровь, которые пускались при того, что резали жертвоприношением, да, и ее приносить на жертвенник. Было место, где брызгали этого крови на жертвоприношение. И Ашам брызгались, этих крови ниже, было такой пояс такой, который назывался Совер, который окружал весь Мизблях. Вот, в отличие от других жертвоприношений, этих крови брызгались ниже этого пояса. И шламим принесли, в том числе, когда небо на храм. Основная часть жертвоприношения принесли только при наличии храм. Когда нет храм, принесли там постоянный корбан, корбан тамид, или пасхальный корбан. Ну, например, когда Яушуа Винун пересек Ярден, и еще они построили Гильгаал, и так далее, да, было-то называется Бомот, вот так называли вот место жертвоник, не имеющийся храм, и принесли жертвоприношение определенным количеством. Шламим могли приносить жертвоприношение, и было там тоже ограниченное время, сколько можно покушать шламим, было отличие от других жертвоприношений, что их могли есть за два дня. Не за один день, а за два дня. И даже когда это было ограниченное для храм, без храма, тоже было ограниченное на два дня. В чем уникальный шламим? Шламим это было уникально в том, что люди принесли это без причин. Просто хотели пожертвовать от своего личного говядина, который они решили покушать, мизбер. То есть это было для еды, для семьей. И тем не менее, было ограниченное время, если ты принес этого жертвоприношения, тебе два дня покушать это. Если ты не успевал, все, это уже негодно. Дальше. Раши не комментирует, он комментирует только два первых. Он дает причину, почему надо приносить, почему Тору повторяет законы этих пяти видов жертвоприношения в нашей главе. и еще подчеркивает, что это и есть законы, это вид жертвоприношения, только на первых двух. На трех, последний, он не комментирует. почему так? Ребе говорит очень просто. Раши не ищут мидраж. Много считают, что мидраж это какая-то добавленная сплетня, сплетня, которую не писали в Тору. Мидраж это целое учение, весь Тальмуд это мидраж. Мидраж это означает, как понимали от Тору, что надо делать. То есть, это был не написанный текст, а понимание, откуда, или доказание, откуда это понимали. Это называется мидраж, да. Это и есть то, что называли устная Тора? Да, это устная Тора. Устная Тора, в общем, в общем, устная Тора это мидраж. Раши не занимается мидраж. Раши занимается объяснением, описанием в Тору. Когда непонятно, что написано в Тору, он приводит из мидраж комментарий. Или когда неполное понимание того, что написано. В итоге он дополняет понимание из того, что написано в Талмуд, в мидражи или в других комментариях. В данном ситуации, когда мы говорим о жертвоприношении Ашам, в глава икра вообще не написано, что надо делать с ним. А что он присутствует. Есть такой корбан. В нашей главе написано уже конкретно, что делать. Поэтому для Раши это не вопрос, почему это законы по Ашам, потому что тут первый раз объясняют, что с ним делать. Шламим добавляется к нам, потому что есть еще одна тема в Шламим, который сорт, жертвоприношение, которое называется Шламим, Шламим, который, ты говорил, мир между не последний, это четвертый. Почему? Потому что в этом входит категория дополнительного, которую обсудим сегодня больше, которая называется благодарением. Туда? Благодарение. Это входит в Сорт Шламим, и это написано только в нашей главе. Только в нашей главе. Хатат искуплением, она вся, практически все законы написаны во икра в предыдущей главе, и тем не менее написано в этом главе еще раз и еще подчеркивает о том, что это закон искупления, хатат. И Раши не комментирует почему. И Рэбе доказывает, что есть для Раши очень серьезная причина. Причина в том, что в нашей главе есть только один закон, который прописан, где надо убивать, резать животное для хатат. И он говорит, что нужно делать это северную часть жертвенник. А в чем такой уникальный закон? Потому что част хатат есть категория, которая дает цикитку. Есть определенный вид грехов, который человек может выбирать. Если у него достаточно диньги, он приносит бака. Если не хватает диньги, он приносит баран или овцы. Если еще меньше диньги, он может приносит птиц. Если еще меньше диньги, приносит мучная изделия, минахот. И поэтому, когда в нашей главе подчеркивают, что любой вид жертвопринешения касающийся хатат, искупление должен быть сделан в северную часть, это большое открытие. Потому что, когда это мучное, там выглядит, что вообще никакого реза чего нет. Когда мы говорим о птиц, вообще их не резали, а просто отделили их голову. И тем не менее говорим, что это нужно делать в северную часть возле жертвенника. Теперь усугубляем чуть-чуть вопросы туда по благодарению. Посмотрите, пожалуйста, в нашей главе седьмой главе двенадцатой посудки. двенадцатой раз зевах шеломим. Мегабарим сейчас акатегурии жертвоприношение, которое называется шеломим. Ашер якри владиной, которое надо приносить всевишнему, двенадцати посудки, им алто хойдуя кривену, если это будет благодарение. Благодарение. То надо делать так и так и так. Что это за благодарение? Комментируй, комментируй, Раши. Алдвар, хойду, алнес, шана, сала. То есть человек, который делали ему чудо, он должен приносить это в сорт жертвоприношение. Какое чудо? Говорит Раши. Первый, уплыл в море, вышел на сушу. Первый. Второй, который пересекли Пустина. Следующий, когда был заключенный в Тума. И четвертый, когда человек выздоровел от болезни. Откуда Раши этого учился? Если человек выиграл в лотерею, не чудо, но чудо. Думал, что это не получилось? А? Монология с выходом из Египта, пересечения? Сейчас. То есть, первое, нам надо понимать, Раши комментирует именно того, что написано в Тору. Но это не написано в Тору. Откуда он взял это? Он взял это от Тегилим. Вы же читаете постоянно Тегилим. Посмотрите, пожалуйста, в 107-я главе в Тегилим. Давай посмотрим. 107-я самого начала, практически середины. 2-й пасук, извините, 1-й, 4-й пасук. Он берет сначала где-то. Пустына. Дальше. 10-й пасук. Тома и дальше. Исцелил. 20-й пасук. Он слову совести. Какой? Если я правильно понимаю, 20-й. Да. Пошел он слову. Слово свое и исцелили. Да, исцелили их. И последний это выход из моря, 23-й пасук. Да. Порядок совсем другой. Я где-то обвинение почему так? Почему не одинаковый порядок? Вообще-то надо понимать, что это касается закона, который мы сегодня выполняем. Когда человек тоже испытывает один из этих видов, он должен приходить в синагогу, подходить к Тору после чтения Тору, и произносить благословление Агумел, о котором мы говорим здесь. Как это называется по-русски? Благословение? Да. Какое как-то называется это благословение? Сейчас. что за бизнес? Что за бизнесмен там? Что за бизнесмен там? в 104-я страница? да 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 вот это вот это четырех да когда было храм и человек уплыл в море или пересек капустина или болел но не грипп а болел серьезные болезни и выздоровился да или его в зале и посадили в турне то ему когда он выходит из этого положения должен подходить синагогу если это было храм принесли в храм жертвоприношение специального то которым мы говорим в эту неделю а сегодня надо подходить синагогу подходить к читам и тору и благословить это благословить этого благословления как такое как такое да секундочку мы поговорим про них время но иосиф не был в турме была труба в их время конечно было конечно было то есть это было это было четыре причины то есть другие нет почему мы приеме произносим этого благословения после перелетов и действительно есть серьезное обсуждение между раввинов если летают допустим в украину не через пустыне и не через море не произносит это благословление модра можно вина много раввинов считает что это не не произносит когда летают отсюда в израиль да да когда летают отсюда в в польшу не надо а в америке конечно надо огромными когда летаешь летаешь через египет там и море и и пустина когда в израиль из эйлат в шар-машейх или других местах конечно если там у моей страны пустына какая разница если я хожу пешком или лечу на на самолете вообще никакой никакая разница опасности такая же то есть не вообще нет это мы говорим о о нахождении в опасности нахождении в опасности это это категория опасности которые за них надо приносить жертвоприношение и здесь действительно есть аналогия когда принесли это жертвоприношение в храм это было под этих причин и сегодня мы плагами произносим это благословимся на богу после вот таких происшествий мы должны приходить и говорить этого благословения и тут мы видим как царь давид пишет это какая очередности и раньше другой очередности и почему ваши понимал что когда вычитывали этих заповеди евреев находиться которая находится после дарования тору вот это было порядок который им сказали и вообще откуда он знал что сказали им вот условия не написано второе условие рево объясняет как вы говорите правильно если там очень 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 интересная беседа что раши это понимал по простому не объяснили им какие потому что они только что прошли их что что было первое у них ты говорили египет что раньше говорит первый выход из моря почему выход из моря они только вышли из моря из моря куда они шли пустыня из а где была их тюрьма нет египет египет тогда должен быть первый когда муж поднялся в горе синай и находился 40 дней они сошли с ума это было заключение они были заключенные в определенные обстоятельства это называется трума и болезни и каждый понимает что он болеет нужно благодарить всевышнему тогда у меня вопрос рэбе говорит первое почему египет не считается то уме во вторых почему не видим что евреев принесли жертвоприношение благодарения причем три раза четыре раза вы говорите что можно и и принесли не знали 600 тысяч мужчины только разу ночь на 4 и разу ночь на детей женщины и старик восемь миллион скотов ничего себе не написали об этом нигде не указано что они принесли жертвоприношение за благодарение их чудеса почему так это добавлено если это благодарение помимо жертвоприношение которое нужно приносить которое написано в глава во икра кроме того принесли и хлеба это не что хлеба принесли а все почему не написано такой говорит рэбе что египет рабство это не это не это не считалось тума наоборот они жили в лучшей часть земли за египет в гоше где было лучше того что их с ними и с ними обращались некрасиво и порабошали их это само собой это отдельный вопрос это не означает что они жили в туме они не жили в туме это было рабство не тума это разные выше тума это означает что лишают человек место жительства человеческие места жительства и ставит его в условия закрытая это не это не было это не было поэтому египет не не в расчете а почему действительно не принесли жертвоприношение благодарение а ну и что но облака была и поэтому не надо приносить жертвоприношение причина говорит рэбе что это должен быть при условия что есть действительно серьезные опасности серьезные опасности то есть какая опасности когда они вошли в в море у них они находились опасности всевешним у их берега а бригя какая опасности когда они вошли во пустина какая опасность у них бы они были под наблюдение всевешному даже когдаамалекit хотел воевать что 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 всевешному говорит ему выходи из облика и воюете с ним. Потому что если вы находитесь в облике, никто не подойдет к вам. И когда они находились в пустино, это было не пустино. И даже когда они себе придумывали, что мужа опаздывает, и они как будто были заключенные, это была их иллюзия. Но это не было настоящее. Это было все. Это все в их голове крутилось. И болеют? Не болели? Кто болел? Они были здоровы. Почему писали в этом порядок? Потому что этот порядок они видели. Они видели море. Они видели пустино. Они видели чувство заключенной. Они понимали, что они могут болеть. Того, что это с ними не произошло. Поэтому они не принесли жертвоприношения благодарения. Но того, что такой порядок есть, такой порядок есть. Следующая тема Я не принес себе этого бумажка. Будем на память. Следующая тема касается самого начала нашей главы. мы говорим, а если сел, а если сел, а если сел. В начале нашей главы Торо занимается париада, которая должна находиться в жертвуник. И Торо упоминается четыре раза о огне, который находится над над жертвоприношениями. Над жертвоприношениями. Один из мест, где написано, посмотрите, в шестой главе и шестой пасук. там написано эш-тамид постоянный огонь. Тука дала мизбеях луисих бей. Постоянный огонь будет на жертвенник, на мизбеях, и она не будет перекрашаться, она будет никогда не потушиться. Что Раши комментирует о постоянный огонь? Постоянный огонь это огонь, который от него зажигали менору. В чем тут менор? То есть, когда огонь должен был зажигать менору в храм, он должен выходить из шатры, подходить к шестой мизбеях, взять отсюда из этого огня, конкретно один из них, замок, да, взять отсюда огнем, вернуться в шатры и зажигать менору. Откуда Раши этого учился? Из этих слов? Причем тут постоянный огонь на жертвенник и законы по менору. Проблема, говорит Раве, в стиле писания этих слов в нашей посуде. Эштамид, постоянный огонь, который будет постоянно на мизбеях, не перекрашая. Это повторные слова. Повторные слова. Постоянно и не перекрашая. Зачем писать постоянно и не перекрашая? И второй, что такое тамид? Постоянный. Мы такое жертвоприношение тамид. То есть это не постоянно это не означает не перекрашая. Тамид это означает повторное определенное действие, которое повторяется в определенных регулярных порядках. Это может быть ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно, но она повторяется постоянно. Не перекрашая. Это означает, что она не перекрашается. Когда ты, когда Тору выбирает слово, что этого огня называется огонь тамид постоянный. А потом говорит, что этого огонь постоянный не перекрашает. Что он хочет сказать, говорит ваш? Он постоянный и не перекрашает. Где написано постоянный по огня, зажигания, свечей, на менору? Вот огонь в менору называется постоянный огонь. Несмотря что Раши объясняет, когда зажигали менору, только вечером. И оно стояло так до утра. Утром Аарон почистил просто менору чашей и подготовили их на вечером. И зажигали снова вечером. То есть огня, который находился в менору, по мнению Раши, она была постоянной проявлением, но не прекращая. Она прекратила пользу, зажигали ее под вечером, и она горела до утра, и все. Но это постоянное проявление. Поэтому говорит Раши, мы говорим тут по-простому, это так по закону Тору, но мы говорим о комментарии, имеющиеся словами Тору, словами Тору, по словам Тору, что учится отсюда, учимся отсюда, что это было связано с менору. Это не поэтому, это просто так написано. Поэтому это причина. Мы еще не учили причину. Просто вот так мы говорим, что вот там должен быть огонь, предназначенный, не связанный с жертвенником, предназначенный для зажигания менору. И действительно мы видим, Раши перечисляли четыре раза, где написано про огня на жертвенник, потому что есть спор среди мудрецов в Тальмуде и в Мишне сколько огней постоянно находились в жертвенник. Был центральный, большой центральный, посередина был большой, где основное основное время горели жертвоприношения. Были еще по одной мнении еще два и в другой мнении четыре. То есть еще два или еще три. То есть вместо четыре. Если принимается, вот как Раши комментирует, что этого раза по постоянный огонь идет про мянору, это не касается огонь, который находился на мисбер. Поэтому это поддерживает мнение, что было только три места, где постоянно находились огня на жертвоприношение. Очень интересная тема другая, и это касается причин. если потушилось этого огня на жертвенник и теперь надо зажигать мянору, а этого огня нет. Можно зажигать мянору без вза от мисбер, от жертвенник, вза от него огню. к этому есть два мнения, как у нас постоянно комментарии Раши считает, что нельзя. Для того, что кошелного будет зажигание свечей на мянору, надо взять у мисбер, у жертвенника этого огня. Почему? Говорит Ребе, что внутри храма, внутри шатер находились тех инструменты, касающиеся внутренне служба человека. Тору, это ум человека, огня, это душа, которая горит постоянно в разных эмоциях для Всевышнего, хлеба, это постоянное проявление молитвы и учения и служба перед Всевышним. Тоже самое мисбер, то есть жертвование для благовония, это тоже имеет отношение к внутренней, праведной, можно сказать, службе и работе перед Всевышним. наружные жертвоприношения это обычные люди. Это обычные люди. Обычные люди должны постоянно приносить своих проблем и сжечь их над мисбер, приносить это жертвоприношение Всевышнему. Их работу, их проблемы из дома, их искушения в жизни. Вот, они должны приносить это и сжечь что-то даже это называется жертвоприношение. Приносить своих проблем решать их, как Тору говорит им и приблизиться ко Всевышнему. Приносить жертвоприношение своих проблем и своих эмоций, своих нерешенных проблем и искушений и так далее, и так далее, и так далее. Тору говорит нам, если праведник считает, что он будет замыкаться в шатре, и он будет гореть своими огнями, не имея отношения с простыми людьми, он глубоко ошибается. Его силу быть праведник связана с людей, которые трудятся с их искушением в обычный жертвенник. Поэтому, если он хочет, что у него будет приближение ко Всевышнему, он должен выходить к ним, забрать от них силу и возвращаться обратно зажигать себе. Если праведник, эгоист, и он находится в своих четыре квадрата, и не выходит, и не занимается другими людьми, и не приближает их ко Всевышнему, у него нет права существования. Его огонь будет нехороший, не кошерный огонь, он не может вообще зажигать себе. Его право на существование находится в наружном избе. Иди на улицу, зажигай других евреев. Право на существование в смысле жить, или право быть праведником? Да, то и другое, это одинаково, это одинаково, для такой человека это одинаково. Я расскажу интересную историю, о которой Большинтов писал это про себя. Известно, что Большинтов не хотел выходить из своего скрытного существования и открывать себе для всех. Он очень наслаждался, что про него не знают, что он неизвестен, и что он служит Всевышнему, как он понимает, учит то, как он хочет. Не хотел выходить на свет. Особенно он понимал, что это будет очень трудно, будет очень много войны, суды евреев из-за этого. Будет непросто. он неизвестен, И он рассказал ему, что он такой еврей в город Сфат, очень простой человек, который что-то очень хорошо, делал очень хороший поступок при себе и до Бармитсва, или в день Бармитсва, в день 13-летия. И это был очень значительный поступок, и поэтому небесные судьи приняли решение, что его должны вознаградить. Как вознаградить? Отправлять к нему пророк Ильял, ангел пророк Ильял, и он должен скрыться перед него, это большой честь, и давать ему какие-то учения. Пророк Ильял скрылся перед него и говорил, что я послан небесных судей за поступок, который ты делал в твоем Динбармитсва, и я готов приходить к тебе от чаши, но мне нужно знать, что ты такого делал. Он говорил, я очень-очень хочу, чтобы вы появитесь, появитесь ко мне постоянно, но что я делал, это я делал перед Всевышним, и не для тебя. Если тебе не угодно, не приходи. Это вас смелость, смелый поступок, но это не просто смелый поступок. Представляете себе, если я у нас это был такой, я бы рассказал все, только что-то, пусть остается. Вот такой вот, так смело говорил, вот, не надо тебя. Поэтому это поднялся очень-очень серьезные впечатления в небесах, и в небесные суды принесли приговор, что пророк Ильял должен спуститься к нему, не спрашивая, что было, и учиться с ним постоянно, на регулярной основе. И так и начался. И это человек, который, все знали, что он очень простой, стал спустя несколько десятков лет, очень великого праведника, настолько, что это было несравнимое ни одного человека, который находился в этом поколении, и большой, очень знаток в Тору. Но об этом никто не знал, просто никто. Он такой человек был. Никто ничего не подозревал. И так случилось, что он умер, поступал в небесные судья, к нему делали торжественную встречу, но пришел сатан, как всегда, и говорил, ну, все хорошо, он замечательный человек, все правильно, он праведник большой, но это невозможно, что такой человек прожил весь жизни, не отдавая ничего других евреев. Ничего не помогал ни одного еврея. Это неприемлемо. Ну, у него был серьезный довод. И поэтому принесли переговор, что он вернешься в этот мир, он станет такой же праведник, и он будет вынужден скрыться перед людьми и помогать им. И Рабьоэль Баалшам говорил Баалшамтов, что это твоя душа. И теперь, говорил ему Рабьоэль Баалшам, у тебя есть два выбора. Ему было 36. Или ты раскрываешься и выполняешь твою миссию, или ты умираешь на ходу. А тебе никакого только. И поэтому говорил Баалшамтов, что я был вынужден выполнить моя миссия в жизни. Это была цель, моя рождение. Отсюда мы понимаем, насколько помогать другому еврее с той количеством знаний и той количеством успехов, которые у нас есть, это очень глубокий человеческий еврейский подолг. ПОДОЛЖЕНИЕ КОНЕЦКИ БАЛШИИ 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 Продолжение следует...